На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос, надо ли обличать других в грехах? Вы знаете, есть разные очень ситуации. Иногда обличать другого человека — это безумие, потому что он просто возненавидит себя, как и сказано в книге «Премудрости» Соломоновой. Не обличай безумного, чтобы не возненавидел тебя. Есть люди, которых Священное Писание называют ненавидящими обличения. Ненавидящее обличение идет по следам грешника. Это в книге «Премудрости» Иисуса Сына Сирахова. Человек, ищущий Бога, он хоть и тяжело переносит обличение, мы все тяжело переносим обличение, но в принципе он ему благодарен, потому что он воспринимает обличающего человека как врача, который указывает ему на его раны. Но чтобы обличать другого человека, если говорить не о том, как выслушивать обличение, а как обличать другого человека, его надо очень сильно любить, за него надо очень хорошо помолиться. Потому что если вы обличаете, и в вас есть хоть капля осуждения, раздражения или гнева, то это почти никогда не сработает. А если вы умеете обличать так, чтобы человек чувствовал, что вы при этом не осуждаете, вот тогда, скорее всего, он исправится. И еще надо понимать, что есть разные жизненные ситуации в смысле самого обличающего человека. Например, если это ваш подчиненный совершает какое-то преступление или какой-то проступок, совершает какой-то грех, который сильно вредит делу, конечно, вы должны его обличить. Но как это сделать? Это может быть... Допустим, есть люди, которые выслушают внимательно обличение, сказанное наедине, и не смогут выслушать то же самое обличение, сказанное при людях, потому что они тщеславны. Вот в ответах в Арсануфе Великого Иоанна Пророка, такая знаменитая святоотеческая книга 6 века, там очень четко это сказано, что ты смотри, есть наставление игумену, есть иноки, которых ты можешь обличать, и это им полезно при других. А есть те, кто не выдержит, они просто в уны не уйдут. Поэтому обличай их всегда наедине. Здесь, как это различить? Если ты будешь любить человека, если ты сотворишь сначала молитву за него, то тебе Господь укажет, как его обличить, потому что это тоже целое искусство. Субтитры создавал DimaTorzok, как его объясняет, как его обличает, как его обличает, как его обличает. Три, что это делается, как его обличает. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...